Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Выдающийся российский гроссмейстер Александр Морозевич всегда мастерски исполняет французскую защиту за черных. Но, конечно, в его практике бывали случаи, когда ему приходилось с белыми бороться против своей любимой французской защиты. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых ярких партий Морозевича во французской, в которой он играл белыми. И соперником Морозевича был голландский шахматист Люк Ван Велли. Эта партия состоялась в 2002 году на всемирно известном шахматном фестивале Вейконзее. Итак, в этой партии Морозевич сыграл Е2, Е4, в ответ последовало Е6, Д4, Д5, конь С3. И в этой позиции Люк Ван Велли избрал ход ДЕ. Это так называемая система Рубинштейна. Великий Акиба в свое время заложил основы вот этого варианта. Кажется, сдача центра для черных это не очень приятно, но все-таки в дальнейшем они контратакуют центр и пешку Д4 ходом С5. В то же время основными продолжениями здесь являются ли классическая конь Ф6 или острый вариант Венавера слон Б4. Но после хода ДЕ конь бьет Е4, конь Д7 сыграли черные. И на слон Д3, конь ЖФ6. Далее, ферзь Е2, С5, обещанный подрыв центра, конь Ф6, конь Ф6, ДЦ, слон С5. И здесь довольно интересный ход слон Д2. Конечно, белые могли сыграть и слон Ж5 в этой ситуации, связывая коня. И вывести своего королевского коня, намечая короткую рокировку. Но идея хода слон Д2 в том, что белые готовят длинную рокировку, а также ход слон С3. И здесь мы видим, что слон будет очень агрессивно стрелять по позиции возможной короткой рокировки черной. В принципе, черным рокировать на ферзевый фланг нельзя, потому что прикрытие здесь довольно слабое. Поэтому 2-0-3-0. Уже в этой ситуации мы понимаем, что партия будет интересной, потому что рокировки произведены на разные фланги. Ну и в таких позициях атака на короля самый естественный план развития игры. Ферзь Д5 играют черные, при этом нападают и на пешку А2, и на пешку Ж2. Белые прикрывают пешку на ферзевом фланге королем. Ход полезный, но жертвуя на Ж2, надеются по линии Ж в дальнейшем атаковать короля черным. Черные смело принимают жертву. Дальше конь Ф3 и ферзь бьет Ф2. Еще одну пешку скушали черные. Ну и понятно, в такой ситуации белым противопоказан размин ферзей. Потому что в Эншпиле у черных будет колоссальный материальный перевес. И в этой позиции Морозевич сыграл ферзь Е5, держа под контролем слона и оставляя без защиты коня. В этой позиции черные пошли конь Д7. Еще раз защищая слона, защищенного и без того ферзем, и нападая на ферзя соперника. Вариант ферзь бьет Ф3, ферзь С5 был уж очень страшен для черных. Давайте посмотрим. Б6, ферзь Ж5, А6, ферзь Х4. И после хода ферзь Х5, белые опять же не меняют ферзей и выстраивают свои ладьи по вот этим очень важным вертикалям Ф и Ж. В этой позиции давление белых фигур неимоверное на положении короля черных. Ну и соответственно черные сюда побоялись пойти. Конь Д7. И слон бьет Х7 в этой позиции сыграл Морозевич. Нужно сказать, что это далеко не новинка. Уже так играли белыми против Саво Люка Ван Вели. И как раз белыми играл никто иной, как Вишонатан Анат. Поэтому соперники готовились до этой партии, как раз к этому продолжению. И Александр Морозевич припас в дальнейшем довольно неприятный ход. Как раз новинку, которая оказалась неожиданной для Люка Ван Вели. Что в этой ситуации делать? Нужно бить слона. Если отойти королем, то тогда типовое ферзь Х5. С идеей матов 2 хода, слон 6 и ферзь Х7. Ну а если конь Ф6, то спокойная ферзь Х3. Если здесь брать конем, то не сразу конь Ж5, ввиду ферзь Ф5. И черные не только защищают своего коня, таким образом защищаясь от мата, но и опять же провоцируют размен ферзей. А сначала ладья Х1, сбиваем ферзя, а потом уже конь Ж5 обеспечивает белым победу. Но король бьет Х7, сыграли черные. Ферзь Х5, король Ж8. И в этой ситуации ничего не дает ладья Х, Ф1. Ввиду хода конь Ф6, ферзь Е5, конь Д7. Ну и здесь белым проще всего повторить ходы. Это будет ничья. Поэтому Варизевич играет ладья Х, Ж1. Используя полуоткрытую вертикаль Ж. Черные играют слон Е3. Как раз до этой позиции и дошла та партия Ананда. Против Ван Вели в Монако в 2001 году. Там Вишантан Ананд играл слон С3. Ну и дальше после Ф6 ладья Д, Ф1. Несколько раз здесь повторилась позиция. Ладья Е, Ф1, ферзь Е2, ладья Е1, ферзь Ф2. И белые решили все-таки замотовать черных. Ладья Ф7 и ладья Ж, Ф1. Белые наконец поймали черного ферзя. Но далее было конь Ф8. Ладья Ф2, слон Ф2, ладья Ф1. И в этой позиции Ван Вели отошел на Б6. После хода Ф5 партия долго не продлилась. Белые достаточно быстро одержали победу. Но здесь есть некоторое усиление игры черных. Например, в этой ситуации не сразу отойти слон Б6. А сначала Е5, нападая на ферзя белых. А в случае хода Ф4 можно уже и отступить. Конечно, в этой ситуации за ферзя у черных не совсем достаточный материальный эквивалент. Получается ладья, слон и пешка. Но все-таки позиция черных достаточно крепка. И, видимо, Морозевичу не хотелось здесь долго возиться с люком Ван Вели. И он сыграл слон Б3. Ферзь Б3 сыграли черные. Ладья Ж3. В этом смысл новинки Морозевича. Он ставит конкретные проблемы перед Ван Вели. Нужно сказать, что в том турнире Ван Вели играл далеко не самым лучшим образом. Проиграл достаточно много партий. И вот здесь финал уже этого турнира. 12-й тур. Видимо, Ван Вели особо ничего не хотелось в этом поединке. И он здесь совершил чудовищную ошибку. Пошел в Ферзь С5. Захотел разменять Ферзи. Но нужно сказать, что здесь у черных и так позиция очень-очень тяжелая. На что и рассчитывал Морозевич. Например, если сыграть Ж6, то тогда ладья бьет Ж6. Такая симпатичная жертва. Дальше на ход Х8, конь Ж5 с угрозой мата. Ну а на ход конь Ф6, конь Ф7. Но это не выигрыш качества. Потому что после взятия на Ф7 у белых все-таки двух фигур не хватает. А просто ладья Д8. И черный король получает мат. Если сыграть конь Ф6, то тогда Ф4 с угрозой взятия коня. Тут у нас связка поля ниже. Конь Е4, конь Ж5. Нападая на Ферзя. Это вскрытое нападение и угрожает мат на А7. Поэтому черным нужно расставаться с Ферзем. Вот в такой ситуации. Конечно, здесь у черных есть определенные шансы на ничью. Но опять же они минимальны. Ввиду того, что черные поля слишком слабы у них. Ну а белые имеют шансы на движение пешки Аш. Или прямой атаки на короля с помощью Ферзя и ладьи. Но видимо в этой позиции заслуживал внимание ход Ф4. Ладья ДЖ1, Ладья Д8. Просто отдать вот здесь пешку на Ж6. Ну и дальше Король Ф8. Правда, у белых здесь есть продолжение атаки. Например, Ладья Д7, Ж4. Используя то, что конь защищен косвенно. На Ферзь Ф3 будет шаг на Ж8 и взятие на Ф3. Поэтому Ферзь Ф6, Конь Ж5, Король Е7. Угрожала вилка на Аш7, Конь Е4. Здесь, впрочем, атака белых продолжается. И черным очень нелегко защищаться. Но именно сюда нужно было идти Ван Вели. А он сыграл Ферзь Ц5. И Морозевич очень простым ходом Ферзь Аш6 закончил эту партию. Ван Вели просто сдался. В чем здесь дело? Дело в том, что нельзя защитить пункт Ж7 фигурой. Например, Ферзем совершенно не видно ни одного поля, с которого можно это сделать. Ну а простое продвижение пешки вперед наталкивается на не жертву на Аш6, а на Ладья Аш3. И в этой позиции просто угрожает мат на Аш8 или на Аш7. Поэтому единственный шанс это Ферзь Аш5. Но тогда мы забираем. И на этом, конечно, не останавливаемся, а просто даем мат Ладьей с поля Ж1. Поэтому и после хода Ферзя Аш6 Люк Ван Вели просто сдался. Вот такая довольно короткая партия. Нужно сказать, что Морозевич хорошо поработал дома, подготовил новинку. И по существу этот поединок продлился всего два хода. Вот такая цена достаточно высокой ошибки в таких острых позициях. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Дальше мы будем рассматривать еще больше партий Александра Морозевича. Благо у него очень много острых таких интересных поединков, как за белых, так и за черных. Спасибо большое за внимание. До свидания.